МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивать межрегиональное сотрудничество намерено Октюбинской и Жамбылской области. Дни Октюбинской области прошли в Таразе. Регионы обменялись опытом в различных социально-экономических сферах и заключили меморандумы. После радушного приема главы двух областей посетили спортивные, образовательные и исторические объекты. Позже делегации обсудили возможности регионов и перспективы сотрудничества на расширенном совещании по вопросам развития межрегиональной кооперации. Там же подписали 8 меморандумов. Регионы будут совместно развивать предприятия строительной индустрии, агропромышленного комплекса, транспортной логистики и туризма. В феврале прошлого года Октюбинская область наладила поставку сельскохозяйственной продукции во многие регионы страны. Теперь октябинцы впервые доставили свои товары в Тараз. Привезли на сельскохозяйственную выставку более 120 тонн продовольствия. Октюбинская область активно сотрудничает со многими регионами страны. Только в прошлом году взаимный товарооборот достиг почти 14 миллиардов тенген. Мы будем покупать племенной крупно-рогатый скот. Косфосфат, в свою очередь, будет поставлять удобрения Октюбинской области. Я считаю это очень историческим моментом. За все, сколько существует Джамбульская область или Октюбинская область, у нас не было такого общения. Расстояние между Октюбинской областью и Джамбульской областью – 2000 километров. Но, несмотря на это, мы уже имеем хорошие результаты. Мы западные регионы. Для нас самое главное – это продовольствие. Вот благодаря Жамбульской области мы съездили основные продукты питания на 15-20%. Ведущие мировые инвесторы отмечают актуальность третьей модернизации Казахстана. Они приветствуют идею президента Назарбаева о создании новой модели экономического роста. Сегодня речь идет о глобальной конкурентноспособности страны. Четвертая промышленная революция стала реальностью в Казахстане. Создаются новые инновационные технологии, появляются новые индустрии. Экономика переходит на новую стадию развития. Крупнейшие инвестиционные компании США стремятся к сотрудничеству с Казахстаном. Особое внимание привлекает работа по цифровизации экономики, внедрению новых технологий. О своем прогнозе высказался руководитель крупнейшей инвестиционной компании США. Я считаю, что Казахстан – очень стабильная страна с большой перспективой. Ваша страна стремится к большой цели. Мы готовы содействовать этому. Я уверен, создавая инновации не только для Казахстана, но и для всего мира, вы двигаетесь в правильном направлении. Я считаю, что будущее у вашей страны очень светлое. Шымкентские и кыргизские предприниматели намерены возродить торговлю на Великом Шелковом пути, поэтому вместе развивают крупнейший торговый хаб в Шымкенте. В развитие торгового комплекса будет инвестировано от 3 до 5 миллионов долларов. Построят большой открытый паркинг, приведут в порядок инфраструктуру крытого. Будет создано 8 тысяч новых рабочих мест. Бюджет получит многомиллионные налоги, а потребители – дешевую продукцию. Да, Великий Шелковый путь. Мы находимся на этом пути, почему бы не воспользоваться на путях, которые ведут на запад, на восток. И вот мы вот так вот развелись. Я думаю, перспектива этого рынка, да, ну очень грандиозная. Сейчас Узбекистан открывает границы, это 30-миллионный рынок открывается. В Минске у Чанг Дай Куанга насыщенная программа, но прежде утра по самолёту гостя ждал радушный и торжественный приём. Сегодня в деловом графике Чанг Дай Куанга встреча с вьетнамской диаспорой, студентами и представителями общества «Дружба Беларусь-Вьетнам». Завтра основной переговорный день. Во Дворце независимости состоится встреча глав государств. Главная тема – торгово-экономические отношения и реализация совместных проектов. Президенты проанализируют выполнение поручений, которые были даны в Ханой. В декабре 2015 года официальный визит Александра Лукашенко во Вьетнам придал импульс развитию отношений. По итогам нынешней встречи также будет подписан пакет соглашений о расширении сотрудничества в различных сферах. Завтра же Александр Лукашенко и Чанг Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-Вьетнамского бизнес-форума. На финансовом рынке Беларуси может появиться новый игрок – Европейский инвестиционный банк. В парламенте ратифицировали соглашение между Белоруссией и финансовым институтом. Это ключевой кредитор в Европейском Союзе. Ставка до 3% на срок до 25 лет. Предоставляет займы и малому бизнесу, и подкрупные государственные проекты. Эксперты называют это лучшими условиями из всех, которые могут предоставить международные партнеры. Условия и конкретные проекты обсудили на завершающем заседании весенней сессии. Депутаты начинают готовиться к новому осеннему сезону. И сегодня же прошло совместное заседание двух палат парламента. О темпах экономического развития отчитался первый вице-премьер Василий Матюшевский. Инфляция, рост ВВП, зарплаты. На эту тему и не только у депутатов были уточняющие вопросы, с которыми к ним подходят избиратели. До прошлого года Европейский инвестиционный банк кредитовал проекты практически на 80 миллиардов долларов. И где-то 15% из этой суммы пришлись как раз на страны вне Европейского союза. С июля банк сможет предметно и конкретно работать по многим инициативам, которые мы вместе с органами в последний месяц очень активно отрабатывали. В России за первые пять месяцев 2017 года произошел резкий скачок цены на минимальный набор продуктов питания. Рост составил 9%, передает Росстат. В среднем по Российской Федерации стоимость продуктовой корзины составила 4036 рублей, а самый быстрый рост произошел в последние весенние месяцы в составе в 4%. Одно из самых серьезных увеличений произошло в Москве. Там минимальная цена взлетела до 4945 рублей. То есть на 11% в Санкт-Петербурге ситуация выглядит чуть лучше. Рост на 10% до 4890 рублей. Напомним, в минимальную продуктовую корзину включают 33 наименования. Дальше высчитывается их средняя цена и объемы потребления по региону. Воронежское авиастроительное объединение завершает производство самолета Ан-148. Предприятие выпустит два строящихся в настоящее время лайнера, после чего не будет их больше производить. Самолет Ан-148 выпускался в России с 2009 года. Всего было построено 15 машин, которые приобрели авиакомпания «Ангаре», специальный летный отряд России, Министерство обороны и МЧС. Украинский авиазавод имени Антонова выпустил около 35 самолетов этой модели. Для производства российской и украинской стороны организовали совместное предприятие «Концерн Антонов». Из-за политических разногласий между Москвой и Киевом после 2014 года Украина вышла из него. Через год киевский завод остановил сборку самолетов из-за нехватки деталей, поскольку около 5400 наименований производились в России. Позднее авиазавод имени Антонова заключил договор с канадской компанией. Сегодня в России производят два ближних и среднемагистральных самолета МС-21 и СС-G-100. При этом обе модели значительно превосходят Ан-148 по пассажирам вместимости. Власть Италии выделит 17 миллиардов евро на ликвидацию двух проблемных банков региона Венетто. Активы банков будут поделены на хорошие и плохие, после чего хорошие будут переданы банку, который приобретет их за один евро. Такое решение было принято в ходе экстренного заседания правительства. Речь идет о рекордной в истории Италии сумме, выделенной на санацию. Власти страны рассчитывают таким образом положить конец банковскому кризису. Еврокомиссия уже предварительно одобрила этот план. Верховный суд США отменил большую часть решения о блокировке антимиграционного указа Дональда Трампа до тех пор, пока не будет окончательно завершено рассмотрение дела. В этот период запрет на въезд в США не будет распространяться на тех, у кого в этой стране живут близкие родственники, а также на тех, кто там учится или работает. Для всех остальных граждан мусульманских стран, упомянутых в указе, въезд будет временно закрыт. Следующее слушание назначено на октябрь. Изначально документ ограничивал въезд США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским настроением – Ирана, Йемена, Сирии, Сомали, Судан, Ирак и Ливии. Позже текст был несколько смягчен. Жители Ирака, а также держатели грин-карт вернули себе право находиться в Соединенных Штатах. Указ несколько раз блокировался судами первой инстанции, а позже и апелляционным. Азия и Африка Продолжение следует...